Два десятка портовиков протестовали на въезде в Черноморск. Все потому, что им уже полтора года не выплачивают зарплату. Митингующие, говорят, подали иск в суд на свое руководство и выиграли дело. Но в исполнительной службе заявили, что у компании взыскать нечего, ведь она обанкротилась. Ситуацией разбирался Владислав Евжецких. Ему слово. С самого утра на въезде в Черноморск митингуют портовики. Все они сотрудники предприятия European Agroinvestment Ukraine, работающие на 7, 8 и 9 причалах. Людям уже полтора года не выплачивают зарплату. Мы все хотим детей в садики, внуков в садики, в школы. Все платное. В больницы обратиться невозможно. В общем, заставляют умирать, вымирать, я не знаю, идти на разбой, воровать, убивать. Я не знаю. Просто не дают жить. Протестующие говорят, подали в суд на свое руководство и выиграли дело. Вновь в исполнительной службе заявили, что у компании нечего взыскать, поскольку она обанкротилась. В полиции уже начали уголовное производство в отношении директора предприятия по факту невыплаты заработной платы. Директор Шубко сбежала. Документы находятся в суде, но суды затягиваются искусственно. Полиция бездействует, потому что уголовное дело, которое возбуждено против директора, оно специфически тормозится. Кроме того, люди подали заявление в апелляционный суд. Но приговора тоже пока нет. В дальнейшее перекрытие больше ничего. А что мы можем еще сделать? В суды мы обращали, суд нам сказал, да, вы правы, дали нам бумажку, что нам частник должен денег. И я с этой бумажкой куда пойду теперь? То есть в исполнительную службу ты идешь, а частник является банкротом. То есть он тебе деньги все равно, хоть у тебя есть это право, требовать свою зарплату, он тебе не выдает. По словам портовиков, решение есть. Предприятия должны передать новому инвестору, который сможет вернуть людям долги. Но заинтересованные в этом компании уже трижды отказывали. Чтобы власти не препятствовали выступить инвестором компании 3R Украина, которая уже трижды подавала заявку и трижды, получается, был отказ. Хотя все кредиторы поднимали руки за. Но препятствие в суде. Значит, и все уже тормозится. Понимаете, обещаниями мы не сможем прокормить свои семьи. А пока дело с инвестором не решат, люди и дальше будут жить без зарплаты. Но числится сотрудниками компании. Владислав Евжецкий, Евгений Руденко, 7 канал. Редактор субтитров О.Голубкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...